Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует Солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 1986 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать не туристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. И я думаю, мнение о грязной и нищей Индии у вас изменится. Так, мы едем, мы едем смотреть фильм. А вон там, смотрите, кто сидит. Куда мы едем? Мы едем по нашему флай-оверу, едем смотреть фильм. Мы едем в наш мол, в кинотеатр. А кто едет? Я еду. И вот там, посмотрите, кто. Ай, здравствуйте. Мы едем в фильм смотреть Индийский, Болливудский. Называется Сатве Примки Ката. Там моя любимая актриса сейчас, которая Киара Альвани. И актер Картигарья, по-моему, я сам. А кто делал? А мы, наша компания делала пост-продакшн для этого фильма. Имя автора придет в конце фильма тоже. И папа нас везет. И что? Что такое пост-продакшн? Пост-продакшн это все, что бывает после, как вы фильм снимаете. После этого editing, там, цвет менять. Монтаж, цвет менять. Специальные эффекты, спецэффекты. Звук, звук, все это приходит в пост-продакшн. Это все для этого фильма сделала наша компания. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Сегодня они совсем в форме. Я без ресниц. Стрелочки подвела. Так что я какая-то сегодня другая. Стрелочки подвела. А ну ладно, поняла, я приду. Я уже в отношении. Я без ресниц. Я без ресниц. Я без ресницы. ну вот мы посмотрели фильм и теперь мы отправляемся в ресторан на ужин ну прямо да значит мы правильно едем мы просто с другой стороны заезжаем поэтому не можем никак найти ресторан вот так вот слепят пары поэтому я очень не люблю ездить ночью от сама ноц брат за рулем а вообще я не люблю ездить это же какие-то специальные очки купила но что-то они мне плохо помогают уже куда-то их забросила не знаю где только рестораны открылись точно что ты правильно говоришь люди сейчас только едят и ничего не покупают посмотрите один как у нас год хлеб и зрелище вот наверное там сабди может сабди вкупилища вот что там сабди сабди нету никакого у нас кто тебе сказал ну тут и да мне очень нравится сезонночка очень вкусно так готовят не дают заехать тут короче и отель и свадьбы тут проходят то есть и комнаты есть для гостей а вот холлы есть для гостей есть холлы маленькие допустим для каких-то мелких мероприятий и на свадьбы тоже они сдают а также ресторан открытый и закрытый ресторан как бы открытый на углу я не виду на полянки на такой смотрим бассейн тут поменяли дизайн дизайн уже поменяли тут были такие наши так сетки двойная сетки ну как джали-джали и там камни насыпали дизайн 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 гибели то прошу да 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 это ну ты и и ент Чоколит дэй. Чоколит дэй. Что это такое? Если я на свой инстаграм поставлю, это есть комплимент. Поставь. Тут пришлось выключить звук, потому что играет музыка. И меня могут заблокировать это видео. Жаль, тут убрали все стулья и столы. Потому что сейчас идут дожди, сезон дождей. И там, как бы, поэтому они все убрали. И сидеть нужно внутри. Ну, Сезонна говорит, ну и хорошо, а то бы меня комары закусали. А мне, конечно, нравится на улице больше. Ну, давайте где-то. Сезонна, какое-то блюдо? Какое блюдо новое? Мартин Галарти Кабаб. Это самое популярное кабаб из Лакнау. Лакнау это есть такой город. На севере Индии. Лакнау Галарти. Утр-Продэш. Юпи, да, Лакнау. Там обычно я всегда обожаю. Там, как бы, такое сделано из Мартин. Мартин это, как? Козлятин. Ну, короче, баранина. Козлятин, но оно, как бы, такие котлетки. Они такие бывают очень мягкие прямо. Я обычно, вот, не люблю кебаб. Они всегда сухие какие-то. Ну, вот, они не должны быть, это сухое. Ну, может, вот это, как ты сказал, Галарти Кабаб. Галарти Кабаб. Может быть, они будут мягкие. Может быть, вот, должны они мягкие быть. Сочные. Мы же не в Лакнау, в Лай. Посмотрим, как они тут готовят. Жадать? Ну, да, сейчас. Ордер давать. Сканировали этот меню. Чей кебаба мы не заказали, потому что они не такие сочные, как, вот, Сузанна говорит, Лакнау бывают. Поэтому мы взяли, просто заказали ассорти, мясное ассорти. Что она сказала? Не очень сочные, да? Ну, говорит, что они такие сахты. Если не сахты, тогда... Вот наш папа сидит. Посмотрите в ожидании своих женщин. Мы пошли с Сузанной походить по окрестностям. Вы уже некоторые, кто со мной давно на канале, были в этом ресторанчике. Вон, Сузанна тоже снимает, наверное, для Инстаграма, для своего. Тут вот играет музыка, поэтому я, конечно, выключила звук. Потому что я уже выпустила была, ну, как, эплод сделала на YouTube, вот это видео, и его у меня заблокировали. Как хорошо, что я его еще не удалила у себя с телефона. Я его быстренько удалила с YouTube, и вот здесь теперь исправляю ошибки. Но обычно я сразу же почти удаляю. Вот, и потом, если приходит блокировка, приходится подставлять то, что они предлагают, какую-то музыку. Поэтому я вам показываю вам сейчас без звука. Сама тут набалтываю вам что-нибудь. Вот, посмотрите, вот этот андур, где тут они пекут в данный момент. Что-то там печется. Не знаю, спрошу потом, если тут кто-нибудь появится. Вот сегодня народу мало, но, во-первых, еще рано. Во-вторых, будний день, поэтому народу маловато. А вот кухня. Последнее время я смотрю, вот я в нескольких местах, наверное, стала популярна вот такая открытая кухня. То есть человек может видеть какие-то недостатки неверные. Можно посмотреть. Это как-то, наверное, поваров немножко... Я понимаю, что не все ходят, заглядывают там. Но вот есть такие даже небольшие кафе, и вы видите вот через стекло, как там готовят. Вот я спросила у этого парня, что там сейчас готовится. Он говорит, там сейчас печется пицца. Вот такой красивый тандур. Вот очень жаль, конечно, что убрали все столы и стулья. Мне очень нравится сидеть на вот этой лужайке. Ну, что поделаешь, сезон дождей. Вот посмотрите, пока я там ходила, вам выпускала шот, они уже тут самые голодные. Разобрали всю косву. Вот посмотрите, вот такие. Все. Вот такие вот у нас. Это что? Чикен. Это реалитика, это молитика, это как юсик кабаб, это, по-моему, какой-то... Это простой чикен тика, это чикен чили, это фиш фингер, это чикен виг. Понятно. Вот такие соусы. Попробовать все. Вот такие соусы нам дали. Так, это вот они взяли. А это все мне. А это все остальное мне. Я беру доску. Да, ты забирай. Да. Все остальное мне. Вот, а вот еще у меня соусы. Там те соусы были, а тут еще другие соусы. О, еще другие соусы? Да. А я тоже хочу. Кетчуп просто. Это, скорее всего, майонез просто. С привкусом. Нет, это вот это, наверное, типа Таутен-Айленд или что-то такое. Или как-то... Хас... А, ну, и как... Вот такое. Майонез он там. Таутен-Айленд или что-то такое. это не вкусно это не вкусно это не вкусно это не вкусно все хорошо но это тоже потому что их меню digital может быть там разные призы это тоже лучше все у нас чистые тарелки вот все съели обзоры обзоры я хочу спать поели это мой плохой вкус поели, теперь поспим наелись так очень хорошо наелись вот это наша еда стоила тысячу рупий 999 и вот напитки стоили 100 тоже 99 это лимон сода сахар соль вот уж приходите мы уже уксусом вода вот вот видите убрали все с улицы вот вот там я вам говорила вот там стоят эти столики но сейчас убрали потому что сезон дождей и они могут промокнуть вот вот Сезонны поклонники Сезонну знают вот Сезонну узнают на улицах видите снимаются знаменитость моя маленькая а тут тоже Сезонна смотри впереди там все поломали там где был ауто футбат маркет до сих пор не есть бата что поломаться будет не вот там говорю видишь никого нету там а вот там это тот парк посмотрите что творится тут люди все едят уже сколько больше 9 часов и народ только еще выходит поесть поужинать алипака алипак сходим? нет там это большой это парк и он не занимается а чё? не, ну сходим когда? а не, завтра алипак давай алипак давай да или манды или манды или манды или сейчас а чё? ну 9 часов пройдемся 10 минут тут уже полдесятого 13 минут гучи и сначала погулять ничего гучи папа беспокоится за гучи у нас гучи еще не выгуленный может тут две скорпионихи и он один остается у нас папа на съедение скорпионихом и вот гучи у него друг у нас зеленый город ну вот и все дорогие мои спасибо вам за вашу компанию что были с нами сходили посмотрели фильм а также вкусно поужинали я думаю вам понравится подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите ваши комментарии ну а если вы хотите помочь каналу нажмите на сердечко с долларом